Хорошо жить, значит жить удобно. Так говорится в концепции развития Нинецкого округа на ближайшие 10 лет. Появление важного документа на этой неделе, пожалуй, стало самым главным событием в регионе. О нем говорят, его обсуждают, в него уже вносят свои предложения. Концепция была разработана главой округа Игорем Кошиным для того, чтобы четко дать понять, в первую очередь, населению, как Нинецкий округ будет жить и меняться в лучшую сторону до 2025 года. В документе подробно определены направления социального и экономического развития региона. Никто не знает проблемы жителей, кроме самих жителей. Об этом заявил сенатор от Нинецкого округа Сергей Коткин во время масштабного обсуждения концепции развития. Он призвал население региона внимательно изучить важный документ и внести в него свои предложения. Активисты партии «Единая Россия», собравшиеся на региональном полицовете, решили обеспечить широкое общественное обсуждение проекта концепции развития Нинецкого округа до 2025 года, предложенной главой региона Игорем Кошиным в начале этой недели. О необходимости этого Сергей Коткин говорил с самого начала заседания. Вынести обсуждение концепции на широкое обсуждение всех жителей Нинецкого автономного округа. Потому что никто так не знает проблемы, которые волнуют непосредственно жителей в самом отдаленных населенных пунктах. И поэтому наша с вами задача – вот эту концепцию очень подробно, очень подробно обсудить с жителем Нинецкого автономного округа. Впрочем, и в ходе самого собрания сразу появилось несколько предложений в проект. Практически каждый предлагал расширить близкое ему направление. Например, директор турцентра Матвей Чупров вспомнил об экологии. Мне кажется, это в ходе общения с людьми будет очень как бы доказать, что она правдивая, она честная и она ведет к результату, а не просто голосованные слова. Но я бы хотел еще остановиться на одном моменте. Знаете, вот кроме всего прочего, в этих словах хорошо жить, мне кажется, упустили, наверное, один из самых главных моментов – хорошо жить. Еще, наверное, нужно жить на здоровой земле. И главный принцип устойчивого развития – это то, что наша земля досталась нам именно следствия от наших предков, мы делали ее в долгу наших детей. А руководитель молодежного центра Даниил Исполинов предложил прописать в документе губернатора графу, благодаря которой упростится трудоустройство подростков на летний период. Для современной жизни это очень важный и нужный момент, отметил молодой директор. Пять-семь лет назад для подростка вообще, для студента работать в летнее время – это был нонсенс. И сразу они приходят после вузов, дайте мне высокооплачиваемую хорошую работу и хорошее место и хорошие условия труда. Сейчас же подростки, те, которые прошли год-два через это, они уже берутся за любую работу и понимают, что такое зарабатывать деньги и сколько реально, как реально может быть оцененных труд и ответственно к этому относятся. Зная активность жителей региона, можно предположить, что различных предложений поступят сотни. А чтобы их систематизировать, нужна серьезная работа, уверяют в Ненецком отделении правящей партии. Своеобразными проводниками идеи граждан и готовы стать партийцы. Первое решение – концепцию развития НАО 2025 обсудить на заседаниях местных политических советов, на которых выработать практические меры по вовлечению максимального количества членов партии. Впрочем, обсуждение проекта, концепции и выработка предложений уже идет по всему Ненецкому округу. Так, например, в этот день о концепции говорили не только в Наринмаре. Одновременно ее обсуждали и депутаты Коткинского сельсовета. В принципе, избранники документом остались вполне довольны и добавили актуальную для их поселения тему развития животноводства. По СИУ там просто такие наметки только. Но нас, например, смутило, что строительство маленьких ферм, сельских поселений, может быть, это к нам и не относится. Но мы это тоже отметили, что у нас планируется строительство фермы на 400 долов. У нас есть трудовые ресурсы, у нас есть желание работать. Нам надо ферму для того, чтобы село жило. В ближайшее время подобные обсуждения проекта концепции развития Ненецкого округа в самых разных формах пройдут в каждом населенном пункте региона, в трудовом коллективе и в общественных организациях. На необходимость сбора предложений всех граждан обратил внимание и Сергей Коткин. Самое важное, коллеги, на мой взгляд, чтобы она даже не столько партийной, должна быть концепция народной. Она действительно должны, вот жители, включиться и дать свои предложения, она должна быть народной. Впереди серьезная работа. Концепцию теперь предстоит обсудить с жителем Ненецкого округа. Сделать это сможет каждый. Для Игоря Кошина очень важно, чтобы люди сами предлагали пути развития региона. Ознакомиться с документом можно на сайте администрации НАУ. А чтобы высказать свое мнение, нужно всего лишь написать его и отправить на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. После конкретные предложения будут направлены к главе региона. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.